Здравствуйте! С вами снова Александр. И сегодня я хочу рассказать вам о испанской коляске Casual Play Loop. В комплектации 2 в 1. Люлька и прогулочный блок. И рассказ я начну непосредственно с прогулочного блока. И в первую очередь мне хочется отметить в этой коляске ее здоровенный козырек. Капюшон. Вы сами видите какой он большой. Здесь получается дополнительно на козырьке установили небольшую секцию. Для того, чтобы боковое солнце не попадало в глаза ребенку. Также здесь для удобства родителей есть смотровое окошечко с закрытой пленкой. В дождь не будет попадать. Не промокнет у вас ребенок. В то же время вы видите чем он там занимается. Что касается ручки. Регулировки ручки по высоте. Сейчас я вам покажу, чтобы было хорошо видно. Здесь по бокам две кнопки, которые нужно нажимать с обеих сторон. Нажимаем и передвигаем ручку туда, куда нам нужно. Вот таким образом это происходит. Также сразу хочу обратить ваше внимание, как регулируется наклон в коляске. Здесь рычажок. Нажимаем. Опускаем вниз. Здесь три положения. Вот это полностью лежачие. Есть среднее положение и сидячие. А что касается комфорта ребенка. В этой коляске очень большое, очень много пространства для ребенка. Сейчас я вам покажу. Кстати, здесь регулируется еще двумя кнопками подножка. Нажимаем так же и поднимаем ее вверх. На ту высоту, какая нам нужна. Здесь также три положения. Минимальное, среднее и самое высокое положение. Вот это выглядит как сбоку. Сейчас я опущу вниз полностью. И вы можете увидеть, насколько много места для ребенка. Вот. Я думаю, вам прекрасно это видно. В длину лежачие места, если мы полностью выпрямим, получаем 90 сантиметров. В ширину здесь 34 сантиметра. И сама ткань, она здесь достаточно такая мягкая. И ребенку не будет дискомфортно долго сидеть. Что касается безопасности ребенка, в коляске предусмотрена система пятиточечных ремней. Вот эти ремни. Также для комфорта и безопасности ребенка на ремнях установлены мягкие накладки на плечевой зоне ребенка, чтобы они не травмировали плечо ребенка. Эти ремни очень удобно и грамотно сделаны. Потому что вам не нужно сначала соединять два крепежа в один и потом вставлять замочек. Вы можете спокойно закрепить с одной стороны и потом закрепить с другой. Также для безопасности, как вы видите, здесь установлен достаточно прочный бампер, который очень легко снимается. Вот здесь, смотрите, красная кнопочка. Нажимаем, убираем в сторонку. Посадили ребенка, пристегнули и одеваем его обратно таким же простым движением. Кстати, еще хочется отметить, я вам вначале этого сразу не сказал, то, что здесь прогулочный блок, он реверсивный. Вы можете его снять и переставить в обратную сторону против хода движения. Это будет полезно в том случае, если вы будете возить здесь совсем маленького ребенка, чтобы он смотрел на вас и вы смогли спокойно за ним наблюдать. Что касается шасси, сейчас я покажу, как оно складывается. Убираем, снимаем прогулочный блок. Для того, чтобы сложить шасси, здесь на коляске, на раме, с двух сторон специальные рычажки. Я думаю, вам сейчас это видно. Для того, чтобы сложить, нужно нажать красную кнопочку и одновременно, держа эту кнопку, потянуть за вот эти рычаги. Потом опускаем вниз. Все. Сложили. И, сами видите, конструкция очень компактная и в любой багажник спокойно поместится. Для фиксации здесь, как видите, красный крючок, который блокирует от самопроизвольного раскладывания шасси. Чтобы разложить ее, отодвигаем наверх и ставим ее обратно. Также вы наверняка уже это заметили, что в шасси используется очень большое багажное отделение. Сюда можно положить своего любимого питомца и пойти на прогулку. Он там будет себя комфортно чувствовать. И еще хочу заметить, что мне лично очень понравилось. Здесь хорошие большие колеса. Они из полиуретана сделаны. Они не боятся проколов. И очень износостойкие. В то же время достаточно мягкие. И что касается мягкости. В шасси используются дополнительные амортизаторы. Вот сейчас будет в этом месте наглядно это видно. Сейчас я буду давить. Смотрите. Достаточно мягко. И эта же система используется спереди. Поэтому по плохой и неровной дороге можно спокойно передвигаться. Ребенка будет комфортно. И если вы попали на плохую дорогу, вам нужно будет заблокировать передние колеса. И спокойно преодолевать неровную поверхность. Еще что мне понравилось в этой коляске. Здесь установлена, на мой взгляд, самая правильная система тормоза коляски. Здесь нажимаем, блокируем. И самое главное, чтобы разблокировать, не нужно снизу ничего нажимать и портить свою обувь. Нажали здесь посередине и разблокируете. И спокойно можете двигаться дальше и никогда не испортить свою обувь. В комплектацию с прогулочным блоком входит дождевик оригинальный. Благодаря нему вы сможете защитить ребенка в дождь. Почему хорошо, когда в комплектации есть оригинальные? Они хорошо плотно садятся, в отличие от универсальных каких-нибудь дождевиков. Кстати, о шасси, пока не забыл вам сказать. Ширина колес 59 см. Это для тех, у кого в старые дома бывает лифт недостаточно широко открывается. И многие коляски не помещаются. Теперь, наверное, самым интересным хочется рассказать. Это о люльке. Люльке Casual Play. Люлька называется New Moon. Почему она интересная? Потому что эту люльку можно использовать с шасси, возить ребенка. Ну и устанавливать ее в автомобиль. Тем самым вы сэкономите реально деньги на покупке автолюльки. Ну, что мне сделали для автомобиля, я немножечко позже вам покажу. А так, в целом, хочется начать, наверное, рассказ с минусов. Что мне не понравилось в этой люльке. Для того, чтобы переносить люльку, здесь в козырьке нет специальной ручки, какая бывает в обычных классических люльках для транспортировки. Здесь, чтобы перенести, нужно брать обязательно за боковые ручки и брать обязательно с двух сторон. Это не совсем удобно. Ну, а так, в целом, это, наверное, единственный минус, который можно сказать, в отличие от обычных, простых, классических люльках. Козырек здесь такой же большой, как и везде. В принципе, он хорошо защищает ребенка. Ткань плотная, она непромокаемая абсолютно. Регулируется наклон козырька тоже очень простым движением. Установили там, где вам нужно, и все. Также в комплектацию входит накидка для защиты ребенка, которая очень просто крепится к люльке. Она крепится на замочек с двух сторон. Здесь есть замок с одной стороны и с другой. И чтобы попасть к ребенку, отстегнуть нужно всего лишь с одной стороны. Тем самым у вас образуется очень удобный доступ к ребенку. Сейчас я уберу накидку и покажу вам внутренности. В комплектацию с люлькой входит матрасик. Вот матрас. Он толщиной приблизительно 3 сантиметра и достаточно такой плотный. Но не деревянный ни в коем случае. Он очень даже, на мой взгляд, комфортный. И как вы, наверное, обратили внимание на вот эти вот необычные штуки, это как раз таки то, о чем я говорил. Это нужно для транспортировки ребенка в автомобиле. Когда вы ставите эту люльку в машину, все-таки должна быть еще и безопасность соблюдена. Здесь есть специальная наклейка о том, что имеет европейский сертификат. Например, поедете куда-нибудь за границу, там на посту у вас могут ее попросить. Это значит, что она прошла необходимые проверки. Для защиты ребенка, туловища и головы, здесь установлена специальная мягкая вкладка. Для фиксации ребенка, вы можете уже это прекрасно видеть, есть специальные такие ремни на липучках, которые не дают ребенку двигаться произвольно в люльке. Что касается размеров люльки, в длину размер люльки 75 сантиметров, в ширину 30 сантиметров, а глубина, так как вы видите, форма люльки, она немножко изогнута, и в начале люльки высота порядка 17 сантиметров, со стороны головы ребенка здесь вообще 22 сантиметра. Глубина люльки. Что касается ткани, она очень приятная. Ее можно снять, постирать, если вы, например, ее испачкали. Наружная ткань, она также выполнена из непродуваемого материала, который также можно будет, если захотите, снять и постирать. Что касается крепления люльки в автомобиле, в комплектацию входит два металлических крепления, для установки ее в машине. Они устанавливаются на люльке со стороны ног и со стороны головы. Вот таким образом. Я думаю, вам прекрасно это видно. И сразу же хочу заметить, что в автомобиле вам понадобится для крепления люльки два ремня безопасности, а не один. И люлька при полной установке она займет минимум два посадочных места, чтобы вы понимали это при покупке. И, собственно, это все, что я хотел вам рассказать про эту коляску с люлькой. И давайте подведем итоги. Я хочу сказать именно, что именно мне понравилось в этой коляске с люлькой. Что касается шасси, мне понравилась она тем, что она очень выполнена добротно. Колеса у нее большие, проходимость высокая, багажное отделение тоже очень большое, что на мой личный взгляд немаловажно. Фишка люльки, как я уже говорил, устанавливайте в машине и экономите деньги, не покупая дополнительную автолюльку. Прогулочный блок коляски, он тоже большой, имеет полностью горизонтальное положение, легко регулируется, большой козырек. Очень все добротно и качественно сделано. Поэтому я смело бы рекомендовал ее к рассмотрению, если вы выбираете подобную коляску. И, собственно, это все, что я хотел рассказать. В заключение я хочу поблагодарить магазин Первая коляска за любезно предоставленную коляску для нашего сегодняшнего обзора. Ну, а с вами был Александр. Всем удачи, всего доброго, пока!